ДТП в центре Запорожья. Накануне около половины девятого на проспекте Ленина столкнулись две маршрутки. Пострадало 17 человек. По официальной версии, один из микроавтобусов притормозил, пропуская пешехода, а другой буквально въехал в него. Потерпевшие утверждают, водитель второй маршрутки еще перед столкновением вел себя неадекватно, ехал быстро и на просьбы пассажиров притормозить на остановке не реагировал. Вчера вечером Ольга вместе с подругой ехала на 80 маршруте домой, а оказалась на больничной койке. Пять швов на лице и сотрясение мозга. Говорит, водитель во время всего пути вел себя неадекватно. Его реакция была замедленной, но ехал достаточно быстро. Когда впереди на перекрестке проспекта и улице Панфиловцев начала останавливаться другая маршрутка, пропуская пешехода, их водитель якобы даже не успел затормозить. Я уже очнулась, я была вся в крови, двери были заблокированы, машина дымилась. Водителя мы тоже не увидели ничего. Он ехал на очень большой скорости, я считаю, что у него было не очень хорошее состояние, потому что это все заметили. В обоих маршрутках находилось больше 20 человек, досталось практически всем. Очевидцы, говорят пострадавшие, тут же кинулись им помогать и вызвали медиков. На месте работало 6 бригад скорой. Меня, в общем-то, зажало сиденьем. Я ударилась в поручень, водительское сиденье, сразу поручень, и сзади меня накрыло еще сиденьем. В больницу доставили 17 человек. Семерых госпитализировали. Самое тяжелое состояние у пешехода, переходившего дорогу по зебре. Ну, в семерых преобладает черепно-мозговая травма, но не тяжелая черепно-мозговая травма. Состояние расценим как средняя степень тяжести. Из них только один в тяжелом состоянии. Это тот, который сбит, который послужил, по сути, причиной этой ДТП. Машрухот. Ну, у него состояние тяжелое, но стабильно тяжелое. В ГАИ говорят, что тормозного пути на месте ЧП фактически нет и допускают, что скорость маршрутчик не превышал. Впрочем, пока еще идет сбор всей информации. Сейчас опрашиваются очевидцы данного дорожно-транспортного происшествия. Собираются все материалы. Также после окончания следствия будет уже дана оценка действия участникам данного происшествия, а также будет выяснена причина, по которой произошло ДТП. Это далеко не первое резонансное ДТП с участием маршрутки в Запорожье за последнее время. Например, 18 мая в Заводском районе перевернулся микроавтобус «Мерседес». Тогда погиб молодой парень, а пятерым пассажирам понадобилась госпитализация.